здравствуйте дорогие рукодельницы меня зовут елена я рада вас приветствовать на своем канале не рукоделие творчество вязание пряжи сегодня я хочу с вами поделиться своими начатыми процессами что я связала что я вижу давно у меня не было на канале заранее извиняюсь так как у меня была работа над новым проектом который меня настолько увлек что посвятило много времени для того чтобы начать его вязать и подготовить для вас подробный мастер-класс по вязанию также продолжила работу над текущим проектом мы с вами вяжем жакет крючком под названием незабудка если вам интересно проходите по ссылочке всплывающей подсказки в конечных заставках также есть ссылка на отдельный плейлист который я создала и также в описании под видео на канале мы с вами вяжем совместные проекты рукодельницы вяжут вместе со мной и также модели и проекта выбирают мои подписчицы подписчицы канала я надеюсь вы уже подписаны на канал не у вас ключом колокольчик на все оповещения чтобы не пропустить мастер-классы также другую интересную полезную информацию если вы еще не подписаны присоединяйтесь подписывайтесь к нам и будем вязать с вами вместе сегодня я сняла для вас продолжение мастер-класса надеюсь все вы уже связали тело жакета связали горловину и будем с вами продолжать заканчивать работу я подготовил для вас седьмую часть мастер-класса которая уже завтра будет опубликована на канале завтра у нас 19 19 марта вы сможете продолжить по моему мастер-классу вязать рукав а 20 марта я сниму для вас продолжение мастер-класса буду показывать и рассказывать каким образом вяжется окат рукава для проекта жакет крючком незабудка если вы еще не присоединились вязанию обязательно присоединяйтесь жакет вяжется несложно быстро и просто это универсальная модель которая прекрасно подойдет для детей девочек также девушек и женщин независимо от возраста также данной модели жакета может быть не только летний вариант ну и демисезонный если ее связать из тонкой пряжи с натуральным составом например шерсть и будет теплый вариант у вас сейчас я вам покажу чем же все это время я занималась я связала практически уже довязываю новый проект это очень красиво ажурная кофточка вяжу я ее на 50 размер то мне будет максимальный из очень тонкой пряжи я из такой пряжи еще не вязала она для меня новинка пряжи дэнди торговая марка comtex 50 грамм 330 метров стопроцентный хлопок мерсеризованный всего мне было куплено 10 мотков пряжи расход у меня получился вот уже три таких бобинки расход довольно таки большой вяжется кофточка долго сразу же вас предупреждаю может быть из-за того что у меня тонкая нить но смотрится кофточка шикарно я уже ее примерила в процессе вязания неоднократно примеряла этот проект у меня вяжется долго потому что для того чтобы начать его мне необходимо было связать несколько вариантов чтобы подобрать оптимальную глубину горловины и так так как тонкая нить мне пришлось также определять высоту кокетки и переходить к основному узору что тоже были некоторые сложности чтобы попасть в этот переход от одного узора в другой и чтобы вот сам основной узор главный смотрелся красиво необходимо мне несколько раз было его как говорится посадить она кокетку почему это шикарная модель потому что она подойдет как для детей девочек так и для женщин и любой комплекции плюс этой модели в том что она вяжется регланом сверху вниз крючком и узор вот такой он зрительно уменьшает вот ширину плеч и делает вашу фигуру стройнее в то же время она не такая ажурная дырчатая как вам может показаться я буду вам показывать буду готовить про мастер-классы которые состоят будут из нескольких частей по вязанию вот этой ажурной кофточки и покажу вам два вида узора первый узор вы видите на фото проекта главном фото и также вот это второй вариант узора который выбрала я я отвяжу вот таким узором это еще до отпаривания пряжа предварительно я не подвергала обработки сразу же вижу из бобины бобинки такой маленькой она на картонной основе там есть бум картонная втулка выбрала второй вариант узора для того чтобы она была не такая ажурная и этот узор гораздо практичнее чем первый вариант узора но я вам буду показывать мастер-классе принцип вязания двух узоров и вы уже сами определитесь каким узором вы хотите связать данную модель кофточки проект стартует уже скоро решила сначала связать а потом уже показывать вам принцип вязания этой кофточки почему в этот раз пошла по этому варианту так как она данная модель кофточки вяжется я сказала уже ранее недостаточно просто здесь я говорю придется вам немножко связать несколько образцов для того чтобы подобрать свой для своего размера нужное количество петель и рапортов также хочу обратить ваше внимание почему это универсальная модель вот здесь уже практически связан готовый рукав крылышко который при закрывает плечо и немножко спускается в районе предплечьем данная модель подойдет с таким рукавом для девочек и худеньких хрупких девушек и женщин если у вас полные руки я вам буду показывать как связать удлиненный рукав для того чтобы скрыть недостатки и полноту рук плюс еще данной модели в том что ее даже можно носить без подкладом без стопа так как она не настолько ажурные и не так сильно просвечивает видите и очень красивое сочетание вот этих двух узоров между собой то есть это очень красивая модель кофточки я думаю у вас такое еще нет и она будет сочетаться с любым низом и при этом стройнит и не увеличивают вашу фигуру еще больше в размере вы наверно знаете что все вязаные вещи немножко полнят данная модель кофточки она будет красивый гармонично смотреться на любой фигуре и украшать вас в ближайшее время я буду готовить для вас мастер класс по вязанию кофточки если вы еще не подписаны на канал то обязательно подпишитесь и у меня это был анонс на новые проекты далее у меня в планах так как эту кофточку я планирую довязать уже на этой неделе жакет у меня практически незабудка связан я буду его постираю и сделаю проведу работы по вт о отпаривание сборка там далее будет заключительная часть мастер-класса это обвязка жакета подготовлю для вас мастер-класс по вязанию этой ажурной кофточки красивой мои подписчицы порекомендовали мне название проекта новому проекту дали название я выбрала наиболее оптимальный вариант названия потом вам расскажу какое название я выбрала благодарю вас дорогие мои что вы приняли участие и помогли мне подобрать название для нового проекта а также у меня какие планы не на будущее я буду искать для вас на просторах интернета модели летние варианты одежды а вы будете уже голосовать а за понравившуюся модель если модель набирает большое количество лайков я по наиболее понравившимся моделям которые набирают на канале большое количество лайков проведу голосование как мы это уже делали с вами ранее и уже подписчицы решают путем общего голосования какой проект будет участвовать вязание и на которой я буду готовить подробный мастер-класс обучающий по вязанию модели от начала и до конца проекты выбирают мои зрительницы подписчицы канала чтобы принять участие в голосовании вам необходимо подписаться на канал быть его постоянным зрителем так что вот надеюсь вам на канале у меня будет интересно благодарю всех за внимание за то что вы смотрите мои видео смотрите рекламу которую вам предлагают youtube в процессе просмотра видео и также проявляете интерес к моему творчеству с вами была елена всем пока пока до новых встреч на моем канале спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! blue slowly горе бол но я Продолжение следует...